Также давайте рассмотрим Луки 9 глава, с 57 по 62 стих. Случилось, что когда они были в пути, и некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Достаточно. Ну, можно прочитать еще два стиха, да. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг, и озирающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Так, давайте рассмотрим особенно, знаете, вот именно по отношению с разговором о человеке, который говорит, а другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. И часто очень много происходит вопросов, да, как это так вдруг. Иисус не разрешил ему пойти на похороны, да. Но на самом деле мы должны знать и понимать, что вопрос вообще не шел о похоронах. Потому что по восточной традиции должно было, ну, существовало такое понятие, особенно если это был младший член, ну, младший сын в доме, да, он должен был остаться жить со своими родителями до тех пор, пока они не умрут, и похоронить их. И в данном случае именно происходило это, что когда Иисус ему говорит, следуй за мной, он говорит, позволь мне, я вначале похороню родителей своих. То есть вначале я сделаю как бы то, что я как бы должен сделать по традиции, да, и родители будут похоронены, после этого я буду свободен, и я пойду за тобой. Но Иисус говорит, нет, да, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. То есть перед человеком встал тоже выбор. Либо он должен исполнить традицию, в которой он привык жить, да, либо он должен подчиниться воле Божьей и иметь эти отношения с Богом. Если он останется, исполнит традицию, значит, он не будет иметь отношений с Богом. Может быть, когда-то да, но не в данный момент. Если он заплатит эту цену, да, и оставит традицию и пойдет за Иисусом, и многие не поймут его, в первую очередь его же и родные, да, не поймут его, как это он вдруг ушел из дому и не остался до конца, чтобы сделать то, что как это принято у нас по обычаю. Но ему придется заплатить цену. И мы уже как-то говорили, да, что кому-то приходится платить цену. Может быть, если в вашей жизни это не было настолько серьезно, то в другой жизни это может быть достаточно серьезно. И вспомните еще, что часто, когда люди особенно подходят к погружению или совершают погружение, да, в эти моменты, дьявол особенно ополчается. И вроде бы было все нормально, но в это именно время, да, происходят особые какие-то такие переживания и трудности в жизни спасенных людей. Многие не принимают решения следовать за Ишуа по одной причине, потому что они не хотят заплатить цену. Разговаривая однажды с человеком, который был религиозным евреем, я задал ему вопрос. Он сказал, я верю, что Иисус Мессия. Я верю. Почему ты не хочешь тогда, ну, если это истина, почему ты не хочешь тогда принять решение следователем? Он сказал, понимаешь, я не готов лишиться того, что я сегодня имею. Моя семья, мое окружение, работа, все связано на том, что я являюсь религиозным евреем. Если я поверю в Ишуа как своего Мессию и заявлю об этом, я автоматически лишусь всего, что сегодня имею. Семью, окружение, работу. Я не готов сделать такой шаг. Это был искренний ответ. И, знаете, я сказал ему, что я благодарю тебя, что ты искренен. Потому что это в действительности серьезное решение. Знаете, иногда, когда, может быть, нам, ну, нечего терять, да, то мы особенно не беспокоимся. Но когда человек становится перед выбором, как тот молодой человек, которому Иисус сказал, что ему надо продать свое имение и раздать все, и он опечалился. Так же самое многие евреи сегодня знают, многие даже верят, что Ишуа является Мессией. Но не принимают решение идти за ним по той причине, что им придется тогда со многим распрощаться и заплатить цену. Пожалуйста. Я хотел сказать такое чуть-чуть с другой стороны. Когда я прошел водное погружение, перед тем, как проходить, мне что-то не хватало. Я не осознавал. Что-то не хватало, как бы шел с Богом, все нормально, но не хватало конкретно. А когда прошел водное погружение, у меня, допустим, было все наоборот, как у большинства, у меня наоборот, как бы такая была твердая печать и легче было дышать в духовной жизни. Я с жадностью глотал любую духовную информацию, и наоборот, я с жадностью, в обратном смысле, жадностью я распространял с большим рвением. До того, когда я прошел до... Ну, я говорю в обратном смысле. До того, когда я не прошел водное погружение. То бишь, я осознавал, что я с Богом, я покаялся, все нормально было, все было супер, но не было удовлетворенности. А когда я прослушал проповедь нашего рэба, Александра Витальевича, я задумался, я сразу не пошел. Я три месяца задумывался, переваривал информацию, получал. Ну, как бы в мае месяце 2005 года я только попал в общину. Эти вещи я анализировал. И потом осознал, что действительно мне этого не хватает. И потом я уже за ним бегал еще месяц, правда. Правда, я потом со временем понял, что меня прощупывали, проверяли, насколько оно тебе надо, насколько ты сделал выбор. Вот. Я благодарен, что я прошел водное погружение, и я рад весьма. Слава Богу. Слава Богу. Да. Поэтому, поэтому, человек перед покаянием должен понимать, что будут вещи, которые он потеряет. И эти вещи важны для него сегодня. Поэтому он должен подумать об этом. До принятия решения следовать за Ишуа. Вы должны быть честны перед Ним. Чтобы его решение, знаете, оно в итоге не оказалось таким, что он потом откажется от своего решения. По той причине, что он столкнулся с какими-то обстоятельствами, трудностями. И он скажет, ну, вы говорили, что у меня будет все хорошо, а у меня просто все валится вокруг меня. После того, когда я помолился. Поэтому лучше его сразу предупредить, что дьявол будет пытаться его атаковать и отвести от веры. И сделать все, чтобы он только остановился и не верил. И не следовал за Ишуа. Четвертая тема, о которой следует говорить с евреями и неверующими, это Бог призывает его следовать за собой. Бог призывает его следовать за собой. И это факт. И именно его, никого другого. Бог обращается именно к нему. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 20 по 22 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 20 по 22 стих. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчиневающих сети свои, и призвал их. И они тот час, оставив лодку, и отца своего, последовали за ним. Достаточно. Можно было прочитать с 18 стиха. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человека. И они тот час оставили сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел других двух братьев, Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке за Ведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тот час, оставив лодку, отца своего, последовали за ним. Вторая часть просто говорит о призвании вообще, ну, с 20 стиха, да, вот, а первая часть говорит более конкретно о призвании к служению. И мы видим, что в результате здесь эти братья что сделали? Оставили лодку, оставили сети, оставили отца своего, да, и последовали за Ишуа. И в первом случае они последовали, чтобы ему служить, и во втором случае они последовали для того, чтобы ему служить. Поэтому, когда вы говорите человеку о том, что Бог его призывает, вы говорите о том, что Бог его призывает, во-первых, ко спасению, во-вторых, к тому, чтобы иметь отношение с ним, и в-третьих, что когда мы каемся, Он призывает нас служить Ему. То есть мы становимся тем, для чего мы были созданы. Когда мы каемся, Он призывает нас служить Ему. То есть мы становимся тем, для чего мы были созданы. Многие задаются вопросом, Для чего мы были созданы? Однажды я гулял со своим младшим сыном, когда он был еще маленький, и в садике я разговаривал с одним пожилым человеком. Он гулял со своим внуком. Я спросил его, сколько вам лет? Он говорит, мне уже 73. Я говорю, а вот скажите честно, вот вы прожили уже достаточно долгий путь, да? Какой вообще смысл в вашей жизни был? Он так подумал и сказал, ну, конечно, я мог бы сказать, что я детей воспитал, войну прошел, дерево посадил, дом построил, ну, как обычно люди говорят. Но, говорит, если быть честным, я даже не понимаю, зачем вообще жил. Ну, и детей я вроде родил, и воспитал их, и так далее. Но какой смысл вообще моего пребывания здесь, я до сих пор не могу понять. Я говорю, все правильно вы говорите. Потому что смысл нашего пребывания здесь, на земле, мы можем понять только тогда, когда мы находим мир с Богом. И когда мы становимся его детем. Когда мы начинаем его славить и исполнять то поручение, которое он нам предназначил. Для чего вообще мы были созданы? Чтобы жить, общаясь с ним, жить, прославляя его, жить, служая ему. Вот в этом и смысл есть жизни человека. Я говорю, а так как вы всю жизнь прошли без него, то поэтому сегодня вы не можете понять, зачем вы вообще были здесь. Какой был в этом смысл? Ну, что он согласился. Потому что это были его слова. Сейчас мы поговорим о том, как служить новому Еве. Помните, такая группа была? Н.Е.В. называлась. Новый еврейский верующий. Как служить новому еврейскому верующему? Как служить новому еврейскому верующему? Предпосылка к служению. Первое – это заповедь. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, извините, с 18 по 20 стих. Это заповедь. И приблизившись Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Отсюда можем понять, что первое, вообще это заповедь, да, чтобы мы и шли и учили. Прежде чем даже крестить людей, да, их нужно что? Их нужно научить. Они должны точно осознавать и понимать вообще, что они делают. Второе, для нашего понимания мы должны понимать, что это обязанность, обязанность. И обязанность заключена в том, чтобы умножать верующих, умножать себе подобных, другими словами. Да, плодиться и размножаться в духовном смысле, да. Поэтому, так как это обязанность, нам необходимо научить их тому, что мы знаем сами. А для того, чтобы научить, нужно что? Самому учиться, правильно? Потому что мы можем научить только тому, что мы знаем сами. Итак, надо научить их тому, что мы знаем сами. И надо научить их тому, что мы делаем. То есть нужно дать не только знания, да, теоретические, но также и научить их практически. Если вы учите человека о том, как молиться, да, то вам нужно с ним вместе молиться. Для того, чтобы он перенял у вас не только теоретический опыт, но также и перенял и практический опыт. Существует проблема. И проблема, она заключена в том, что некоторые предпочитают проводить время, уча новых верующих и, знаете, меньше евангелизировать. То есть учить некоторые говорят, да. Я знаю, некоторых верующих говорят, ну, знаете, вот вы дайте мне людей, я буду их учить. Это с удовольствием. Ну, вот идти евангелизировать, это не для меня. Вот я буду учить, но не евангелизировать. Это проблема. Другие предпочитают проповедовать только Евангелие. И меньше заниматься тем, чтобы учить новых верующих, чтобы они укреплялись в Господе. Это тоже проблема. Потому что, если в итоге вы будете знакомиться с людьми, говорить им всем Евангелие, сеять слово, да. И ваше продолжительное общение должно заключаться в том, чтобы вы помогали им возрастать в Господе. Поэтому выход какой? Нужно делать и то, и другое. Нужно свидетельствовать, нужно сеять Евангелие и помогать людям, чтобы они приходили к Господу и укреплялись в вере, следовали за Ним. Как же тогда получается, есть такое, по поводу даров, у одного дар учителя, у другого дар проповедника и тому подобное. И как по жизни я обращал внимание, среди некоторых людей действительно так по жизни смотришь, у некоторых легкий дар приобрести человека как собеседника, чтобы в данный момент чему-либо рассказать, или как евангелист по улицам. Понятно. Значит, послушайте, когда мы говорим о дарах, да, то мы говорим о том, что вам Бог дал какое-то особое помазание, какой-то дар в чем-то, да. И это хорошо, если вы в этом как бы укрепляетесь, следуете этому. Но, если мы говорим о том, чтобы служить людям, да, то Бог каждому человеку спасенному дал поручение свидетельствовать и учить. Другими словами, у нас проблема в нашей линии или нежелание развиваться разносторонне? Ну, я думаю, что вы сами отвечаете на свой вопрос, правильно? Я думаю, что как база, как основание всем дана и учить, и благовествовать. Другое дело, что какая-то сторона у одного может быть развита больше, у другого меньше. То есть это не освобождает нас. Вот, скажем, я знаю вот нескольких человек, которые вот у одного призвания евангелист, но я знаю, что в своем служении он не только евангелизирует, но и учит. Вот, кстати, сейчас вот данный пример. Значит, с другой стороны, я знаю учителей, которые учат, но при всем при этом и евангелизируют, и отвечают в своих общинах за миссионерское направление. То есть это нормально, это должно быть для нас, как дыхание, и учить, и свидетельствовать. Все совершенно правильно. То есть, если вы хотите исполнять поручение Божие, да, как спасенный человек, то вы должны не забывать о том, что человеку необходимо свидетельствовать. И знаете, это не должно стоять у вас где-то всегда в конце. Проповедь Евангелия должна быть приоритетом. Но помните, что для того, чтобы человек приближался ко спасению и возрастал, как духовный человек, его нужно учить. Поэтому необходимо и то, и другое. Знаете, просто иногда люди уже привыкают к тому, что всегда легче находиться где-то, знаете, в квартире, в комнате, да, наставлять кого-то там, ну, скажем, в общине, на служении или еще где-то, чем кому-то идти. На улицу, кому-то идти в квартиру и так далее. Это уже сложно. Это нужно прилагать особые усилия. Это нужно сверх какие-то жертвы еще дополнительные. Правильно? Но Бог призывает нас всех, каждого спасенного человека, к тому, чтобы мы с вами и свидетельствовали, и учили. Знаете, мне нравится, вот Спержин пишет, есть у него такая небольшая брошюра, он пишет о евангелизации. И он говорит о том, что где бы он ни был, он всегда собой имел какой-нибудь трактатик. Он говорит, я поговорю с человеком и всегда ему оставлю что-нибудь почитать. Он говорит, это всегда хороший способ для того, чтобы, ну, дать ему возможность еще раз подумать. Спержин был известнейшим проповедником того времени, очень успешным, я бы сказал, что помазанным и так далее. Но в то же самое время он говорит о том, что он тоже находил время для того, чтобы свидетельствовать людям. Вся его занятость, как пастора большой церкви, да, она позволяла ему все равно найти время для того, чтобы свидетельствовать. Понимаете, да? То есть нужно просто понимать, что вы можете служить и должны служить, не только когда вы стоите за кафедрой, а когда вы находитесь в любом месте. Что-что? Мы хотели поставить пастора, но он пастора не был, как молчу. Хорошо. Итак, библейская модель обучения. Это второй пункт. Библейская модель обучения. Тема вся называется «Как служить новому еврейскому верующему». Первая была у нас предпосылка. И мы говорили, что это заповедь, обязанность, проблема существует во всем этом. И выход — это делать то и другое. Вторая, да, это библейская модель обучения. Существует две модели вообще обучения. Одна — это греческая модель. Греческая модель — это лекции, занятия и так далее. То есть, в основном, все связано только с теорией. Иногда может быть практика. А вот библейская модель обучения — это не просто обмен информацией. Да, библейская модель обучения. Это не просто обмен информацией. Но также еще и разделение своей жизни. Ну, как сказать правильнее. Обучение жизнью, скажем так. И хорошим примером является сам Иисус. Вы помните, что Он не только учил своих учеников, да? Но Он находился вместе с ними. И они видели не только, что Он говорил, да? Но они видели реально, как Он жил в своей жизни. Как Он поступал и что Он делал. Поэтому они могли учиться не только из Его учения, но также из Его жизни. Вот это и есть библейская модель обучения. Библейская модель обучения — это готовить не просто учеников, а последователей. Третье — это кого учить. Кого учить? Во-первых, мы поговорим о характеристике того, кого учить. И сюда мы включим несколько таких предложений. Первое. Во-первых, человек должен быть спасенным. Вы должны доверять этому человеку. Второе. Второе, да. Вы должны доверять этому человеку. потому что иначе как вы можете тратить просто свое время на них. Третье — они, эти люди, которых вы будете учить, новые еврейские верующие, или если вы будете учить не еврейских верующих, то они должны быть учительны. 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 То есть, другими словами, они должны быть способны научиться от вас. И, самое главное, они должны желать учиться от вас. Вы никогда не можете научить того человека, который не принимает вашего авторитета, который не хочет от вас ничему учиться. Сколько бы вы ни бились над этим, это будет все безрезультатно. Если человек готов принять ваш авторитет, если он готов учиться от вас, то тогда вы его можете учить. Способны научиться от вас и должны желать учиться от вас. Учиться от вас. Если хочет, но не может. Если хочет, но не может? Да. Как это может быть такое? Тогда почему-то потому что хотеть и быть способным. Хотеть и быть способным. Согласен. Это значит, имеется в виду, что человек на самом деле, то есть он как бы говорит вам, что он хочет, но не может, да? И находит кучу причин. Но не может, почему? Потому что он не хочет. Да. На самом деле он не хочет. То есть и следующий пункт, если вы не записали, то это принятие вашего авторитета, что он должен принимать ваш авторитет. Если вы записали, уже можно не записывать. И последнее. Не пытайтесь научить тех, кто не хочет учиться. Не пытайтесь научить тех, кто не хочет учиться. Второе. Как узнать того, кому отдавать время? Это второй пункт, как бы, в этом вопросе, кого учить. Первый у нас был пункт характеристики. А второй – это как узнать, кому отдавать время? Надо смотреть, знаете, на то, как Бог работает в его жизни. И один из таких моментов – имеет ли он голод по Библии? Имеет ли он голод по Библии? Хочет он читать Библию? Хочет он узнавать что-то новое и так далее? Первая Петра, вторая глава, второй стих. Первая Петра, вторая глава, второй стих. Кто готов читать? Кто готов читать? Спасибо. Первая Петра, вторая глава, второй стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Аминь. Аминь. Второе. Имеет ли он желание молиться? Римлянам 8 глава, 26-28 стих Римлянам 8 глава, с 26 по 28 стих Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Богом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Следующее. Есть ли у него новое видение в отношении своей жизни? Есть ли у него новое видение в отношении своей жизни? 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. То есть вы должны наблюдать, есть ли изменения в человеке. Появляется ли новое у него мышление. Или он все по-прежнему мыслит одинаково, и никаких перемен не существует. 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих Как он смотрит на свою жизнь? Как он себя видит теперь в этой жизни? Следующий пункт Новое желание свидетельствовать. Есть ли у него вообще желание свидетельствовать? Евангелие от Иоанна 1 глава, 41 стих Появляется ли желание у него свидетельствовать? Евангелие от Иоанна 1 глава, 41 стих Он первый находит брата своего Симона и говорит ему Мы нашли Мессию, что значит Христос. Аминь Имеет ли он новое чувство ко греху? Имеет ли он новое чувство ко греху? Евреям 5 глава, 14 стих Имеет ли он новое чувство ко греху? К евреям 5 глава, 14 стих Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла То есть, когда мы приходим ко Христу, мы начинаем уже понимать, да? Что такое есть добро, что такое зло И наше отношение ко греху, оно начинает что? Меняться Готов ли он переносить страдания из-за своей веры? Готов ли он переносить страдания из-за своей веры? Евангелие от Матфея 5 глава, 10 стих Да, Матфея 5 глава, 10 стих Блажены изгнанные за правду, ибо есть их Царствие Небесное Бывает такое, что люди только один раз столкнулись с какими-то проблемами, да? И тут же они говорят, я больше не хочу уже видеть Мне уже достаточно, да? Я жил, у меня было все в порядке А тут проблемы отовсюду просто идут Ну и последний пункт, это он хочет и готов повиноваться Господу Он хочет и готов повиноваться Господу Он хочет и готов повиноваться Господу. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что учить необходимо не более четырех человек. Иначе вы просто не сможете успевать, это даже физически. Учить необходимо не более четырех человек. Мы рассмотрим кратко еще. Я предложу вам некоторые категории информации, которые мы вообще можем учить новообращенных людей. Вообще должны учить их этому. Ну, первое это обязательно, это молитва. Молитва. Это информация, категория информации, которой нам необходимо учить новообращенных людей. Первое, чему мы их должны научить, это молитве. колоссянам 4,2. Колоссянам 4,2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней, с благодарением. Спасибо. Второе, это о пожертвовании. О пожертвовании себя для служения Господу и своих финансов. Но, знаете, объясните сразу человеку, когда вы будете его учить о пожертвовании, чтобы он не думал, что, когда он жертвует, что он может покупать Божье служение или обетование. Да, что это результат того, что он любит Господа, да, и он выказывает свое благодарение, участвуя в пожертвовании либо финансовом, либо жертвуя своим временем, еще чем-то. Но никак, чтобы он не ожидал, что он покупает что-то у Бога за счет своего пожертвования. Это нужно объяснять людям. Третье, мы должны учить о свидетельствовании, о том, что необходимо свидетельствовать. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Читаю. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. То есть на самом деле человеку необходимо просто сохранять живое чувство к Евангелию. Также нужно помнить, что проповедь Евангелия это вообще то, для чего существует каждый верующий. Потому что если бы у Бога не было плана на вашу жизнь, чтобы вы проповедовали Евангелие и исполнили его волю вообще здесь на земле, то после вашего покаяния вы бы сразу оказались бы на небесах. Но так как он вас здесь оставил, он оставил вас для того, чтобы вы исполнили его волю. поэтому будьте теми, кто исполняет волю Божию. Первая Петра, вторая глава девятости. Мой род избранный царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. И такой еще важный момент в этом всем, что пусть он начнет это делать сразу. Сразу. Когда я сейчас? О свидетельстве, я говорю. Ну, конечно, и молиться надо сразу начинать и так далее, но я говорю сейчас о свидетельстве, что пусть он начнет это делать сразу. Знаете, если человек, возрастая, возрастает в том, что он в чем-то научен, он так это будет всегда делать. Если вы правильно научите человека духовным вещам, истинам, то он так всю свою духовную жизнь и пройдет и будет считать, что это абсолютно нормально, что он должен этим заниматься. Мой хороший друг, который сейчас является пастором еврейской церкви, он, когда пришел ко спасению, первое, что я ему сказал, знаешь, пошли со мной на улицу раздавать рактату. Он пошел, и он потом свидетельствовал, он говорит, что я думал, что я делаю это первый и последний раз, потому что мне это не нравилось. Но потом, когда я ему сказал, пошли, будем свидетельствовать людям в следующий раз, он не хотел, но он сказал, хорошо, я пойду. И он пошел. По сегодняшний день, спустя уже многие годы, будучи пастором, он по-прежнему каждый день выходит на улицу и свидетельствует людям. То есть, он был так научен с самого начала, что часть своего времени он должен посвящать тому, чтобы кому-то свидетельствовать. И он всегда находит время для того, чтобы кому-то стоять и на улице говорить Евангелие. «Поэтому как вы человека научите, так он и проживет всю свою духовную жизнь. Также мы должны учить человека служению». Служению. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь в веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам, 12-1-2. И сказано о том, что нам нужно предоставить свои дела, свои тела, дела и все остальное, для того, чтобы разумно служить для Господа. И это очень важно. Знаете, и особенно, если вы сможете увидеть дары, которые Бог дает этому человеку, знаете, то помогите ему, чтобы он мог использовать эти дары в своем служении. Ну, и минимум, что он может делать всегда, это то, что должны делать все верующие. Свидетельствовать, молиться за других, поддерживать руки других. То есть, вы должны этому научить его, что это часть служения каждого спасенного человека. не все должны быть пасторами, не все должны быть учителями, но есть то, что должны делать все. Молиться и свидетельствовать. Это то поручение, которое дано каждому спасенному человеку. Даже если вы в общине являетесь ногой, рукой, глазом или еще чем-то, занимая любое положение, любую должность, вы должны помнить, что важным поручением от Бога, как для спасенного человека, для вас есть проповедь Евангелия. Следующее, необходимо научить его поклонению и общению с другими верующими. Поклонению и общению с другими верующими. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 3 по 5 стих. Необходимо научить его поклонению и общению с другими верующими. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 3, 5 стих. И послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с Себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, предпоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. И там же Он говорит, что сделал Я вам, то делайте и другим, да? Да. То есть общение, оно заключено в разных вещах. Помните, что делала первая церковь, первая община в Израиле. Они единодушно были вместе в общении, в чтении слова, в молитве и преломлении хлеба. И этому надо научить человека. А евреям 10.25 Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онного. Аминь. Аминь. Также необходимо человека учить новообращенного о погружении в крещение. Что это есть важное событие в жизни каждого верующего человека, когда он должен заключить завет с Богом. О вечере любви единстве и покорности любви единстве покорности можно продолжать смирении и повиновении. следующее мы поговорим о способах учить кого-то. Способы учить учить. Значит здесь во-первых вы должны себе отметить что вам необходимо иметь регулярное время. Да это способы учить кого-либо. Нужно иметь регулярное время когда вы будете проводить занятия. Можете это делать один раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, но важно чтобы это было у вас постоянно и регулярно. Можете например договориться давай будем во вторник там шести до восьми встречаться и будем учиться. Вы готовитесь, он приходит или вы приглашаете группу людей, да, допустим из двух, из трех, из четырех человек и учите, наставляете и так же необходимо устанавливать лимит на то, чему вы будете учить. То есть вы сразу можете обговорить темы, которые вы будете обсуждать и так далее. И так далее. учить можно примерами из своей жизни, да, или жизни других людей, но так же очень хорошо сразу вовлекать людей в работу. Не только чтобы они слышали теорию, да, но чтобы они сразу участвовали практически в том, чему вы их учите. Говорили сегодня о молитве и сразу говорим «А теперь давай будем вместе молиться. Помолись, пожалуйста, за меня. У меня есть такие нужды, мне нужна помощь молитвенная твоя». Подойдите к вопросу серьезно, чтобы он сразу знал, что он будет за вас молиться уже, что вы нуждаетесь в его поддержке, вы нуждаетесь в его молитве. Если вы говорите о евангелизации, пригласите его сразу пойти кому-нибудь заевангелизировать. Ну, и поэтому нужно всегда находить возможность дать ему сделать что-то самому. Это хороший способ. Знаете, когда вы, например, учите ребенка чему-то? Часто родители учат, говорят, надо делать то-то, надо делать это, но когда ребенок говорит, а можно я сделаю? не-не-не, пока тебе делать не надо, потому что ты все испортишь. Но если вы хотите, чтобы он научился, то нужно дать ему возможность, чтобы он это делал. Вначале я помню, когда я говорил, что наши дети должны мыть все посуду. И моя жена говорила, ну, когда они моют посуду, посуда остается грязной, я должна стоять потом перемывать и так далее. Может быть, я лучше сама помоет? Я говорю, нет. Я говорю, пусть он моет. Я говорю, сегодня он это делает плохо. Он переводит мыло, льется зря вода, и посуда остается грязной. Но скажу, сегодня прекрасно все мои сыновья моют посуду. Им? Их четверо. 17, 13, 11, и вот будет в мае 7, младшему. И все мальчики. Слава Богу. Девочку. Мы отвлекаемся. Давайте мы подходим к концу, да, и времени уже нету практически, но я хочу еще некоторые просто осветить моменты. Значит, сигналы, если ЕВ в проблеме, новый еврейский верующий в проблеме, ну или любой верующий, да, в проблеме находит, сигналы, на основании чего мы можем увидеть, что действительно уже существует проблема. первое, они вдруг становятся слишком занятыми для того, чтобы встречаться с вами или с другими верующими. Это первое, что они становятся занятыми слишком, чтобы иметь встречу с верующими или с вами. Второе, они опаздывают на библейские занятия, которые вы проводите. То есть это говорится не о том, что он один раз опоздал, а это уже становится синхронно, систематически, хронически. изменился тон задавания вопросов. Изменился тон задавания вопросов. То есть его вопросы, они по-другому как бы становятся вызовом прямо. Вы это чувствуете, да? Он как бы задает вроде бы вопросы, но вопросы какие-то такие, знаете, уже становятся не потому, что он хочет что-то узнать, и так далее. А то есть он хочет как-то вот в этом провокацию какую-то сделать, знаете, показать, что кто-то в чем-то нехорошо себя ведет или что-то такое. Понятно, о чем я говорю, да? Его молитва не свежа. То есть он вроде молится, да, но каждый раз вы слышите, что слова просто не изменяются. Один и тот же набор трех слов. Ну, может быть, пяти. Ну, то есть ничего не меняется, да? Вот особенный такой момент. Он находит много ошибок у других, в результате чего он начинает искать ошибки в Боге и находит объяснение в конце концов в своем неверии как результат всего этого. между вами появляется стена. Что повторить? Находит много ошибок у других и начинает ошибки искать в Боге. Ну, то есть как результат, да, у него уже он находит ошибки в Боге. И в конце концов он начнет давать объяснение своему неверию или находить объяснение своему неверию. Почему он не верит? В результате всего этого. И вы обнаружите, что между вами вдруг появилась стена. Это может быть не будет предыдущего, но вдруг вы обнаружили, что между вами произошла стена. Мы часто чувствуем, да? Если что-то вдруг натянулось в отношениях, да, раз, мы говорим, почему между нами стена, что случилось, в чем проблема, вот, может я тебя огорчил в чем-то, я тебя обидел каким-то образом, и попробуйте выяснить, может быть в действительности вы были причиной тому, что между вами появился какой-то конфликт, а может быть на самом деле это его отношение с Богом, и поэтому между вами стена. Но пусть это для вас не будет оправданием. Между нами стена, потому что у него плохие отношения с Богом. Может быть вы были в действительности причиной того, что между вами появилась стена. он ищет собственный опыт, потому что ему Библии становится мало. Знаете, он ищет какие-то особые духовные может быть переживания, которые могут быть даже не связаны с Библией. Появляются такие верующие, которые говорят, что, например, у меня есть особые переживания с Богом, духовные, и мне не нужна Библия теперь совсем, потому что мне Бог лично говорит. Замечательно, когда Бог вам лично говорит, но в первую очередь он говорит со своего слова. И даже если он к вам говорит, то нужно проверять на основании священного писания, Бог ли к вам вообще говорит или нет. Понимаете? падает морально и придумывает объяснение. Ну, как пример, например, он ходит на свидание к неверующей девушке, а вам рассказывает, что он просто ей свидетельствует. падает морально и придумывает объяснение своим падением. Ну, как пример, что ходит на свидание к неверующей девушке, а вам рассказывает, что он просто ей свидетельствует. Что делать, если... братья и сестры, давайте закончим. Что делать, если вы заметили некоторые из этих сигналов? Что делать? Вам необходимо поставить его лицом перед фактом. Вам необходимо поставить его лицом перед фактом. То есть вам надо сказать ему о том, что с ним происходит. Скажу вам сразу, что в результате этого вы можете потерять его как друга. Если он не покается. Но если вы ему не скажете, то вы его тогда точно потеряете. о чем нам нужно предупреждать еврейских верующих? Во-первых, об оппозиции нам нужно говорить им обязательно. Во-вторых, нам нужно говорить о еврейской гордости. знаете, есть две тоже проблемы. Это когда вдруг евреи верующие начинают гордиться из-за того, что они находятся в определенной среде, например, в мессианской общине или в церкви, где особенно провозглашают какую-то любовь к евреям. Знаете, я был в таких церквях, когда видели, что я еврей, то ко мне хотели прикоснуться и считали, что это какое-то особое благословение люди переживут, чтобы я помолился за них, потому что я еврейский верующий. То есть, скажу, у некоторых, знаете, как есть неправильное учение по поводу теории замещения, так же есть неправильное учение по поводу чуть ли не обождествления еврейских верующих. Понимаете? это тоже неправильно. Поэтому еврейского верующего нужно предупреждать о том, чтобы у него не было гордости в отношении того, что он еврей, верующий в Иисуса, потому что может быть кто-то окружающий себя таким образом ведут. Но есть другая проблема, о которой также нужно говорить. Это чтобы еврейский верующий не отвергал своего еврейства. Это когда наоборот учение существует о том, что после того, когда ты стал верующим в Иисуса, ты перестал быть евреем. Или не имеет никакого значения как бы то, что ты вообще. Понимаете, да? Поэтому нужно говорить и об этом, и о другом. Чтобы еврейский верующий не отвергал своего еврейства. Чтобы еврейский верующий не отвергал своего еврейства. И последнее, на чем я закончу, я хочу просто засвидетельствовать вам. Может быть кто-то из вас знает Марка, а как его жену зовут, которая в 1 мае служит? Лена. Знаете, да, Марка и Лена. Несколько лет назад они закончили также МГБи. И они стали служить как пасторы в мессианской общине там в 1 мае. Знаете, после того, когда он уехал туда в 1 мае, я также учил у них, вел класс. Через какое-то время он приехал, позвонил и спросил, Леня, скажи, а вот мне нужны братсайды, ты можешь мне дать? Я говорю, конечно. Он взял целую коробку братсайдов с собой и уехал. Он сказал просто, что будет их раздавать. Через какое-то время он приехал и спросил, а у вас есть может быть контакты в 1 мае? Мы посмотрели в базе данных. У нас действительно были некоторые контакты и мы дали ему. В следующий раз, когда он приехал, мы встретились на ретрите, он подошел ко мне и сказал, я хочу тебе засвидетельствовать. Когда я приехал в 1 мае, я не знал вообще с чего начать. Говорит, ну я познакомился с верующими, я познакомился с одной церковью, с другой церковью. Но что делать дальше? Он говорит, и ничего лучшего я не нашел, как раздавать братсайды, говорить с людьми на улицах, а потом, говорит, я вспомнил тему о визитах, говорит, и когда ты дал мне адреса, говорит, я стал посещать этих людей. В результате он показал одного молодого человека, который был одним из контактов, которых мы когда-то здесь получили в Одессе. Этот человек уверовал через его посещение, стал частью его общины и сегодня служит в его общине. Это я говорю вам к тому, что, знаете, порой, когда вы даже уже не знаете, что делать, есть хороший путь. Выходите на улицу, свидетельствуйте людям, знакомьтесь, посещайте их, служите им, и в итоге вы будете приобретать многих. Расскажу вам еще одно свидетельство. В Москве есть такая баптистская церковь, которую называют церковь шириной. Ну так, она не называется на самом деле, но люди, которые ее посещают, они так ее называют церковь шириной. Эта сестра приехала с Узбекистана и Бог проговорил в ее сердце, чтобы она свидетельствовала людям. Она встала на Арбате и просто стала говорить людям. В результате ее проповеди возле нее появилась другая женщина, которой она служила, которая уверовала, и они стали говорить уже вдвоем на Арбате. В конце концов вокруг этих женщин образовалась группа. Группа превратилась в церковь. И эта женщина по сегодняшний день служит там в церкви. Какой-то человек он стал пастором в этой церкви, но благодаря тому, что она вышла на Арбат, стала проповедовать Евангелие, возникла эта церковь. Она не знала, что ей делать. Она просто хотела свидетельствовать о своем Господе. Но это плоды ее труда. Пусть Бог благословит каждого из вас в том, чтобы вы делали то, что правильно, исполняли волю Божью, то, для чего Он вас здесь оставил. Он не знал, он не знал. Он не знал, что он не знал. Продолжение следует...